Уважаемая Рида Тагировна, уважаемый Олег Анатольевич, уважаемые депутаты и приглашенные, вектор дальнейшего развития Кумертау правительством России и Республики Башкортостан определён. Главная цель его – это вывод города из монозависимости. 2016-й был годом получения реальных результатов вложенных усилий. Ежедневной, напористой работы депутатов всех уровней, администрации, руководителей предприятий и инициативных Кумертаусов. Главным результатом стало получение статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. ТОСАР – это старт новому этапу развития, именно развития города. Мы добились того, чего хотели. Следующим результатом к 2018 году должны стать запуск в городе 10 новых производств с общим объёмом инвестиций в 5 миллиардов рублей и создание 2000 новых рабочих мест. Всё это позволит городу уйти от монопрофильности. ТОСАР – 2017 и 2018 годы будут не менее динамичными и насыщенными совместной и целенаправленной работой. Для выполнения целевых показателей есть всё – команда, люди и стратегия, которую мы защитили в Московской школе управления Сколково. А ключевым индикатором эффективности нашей работы по развитию территории мы считаем демографический потенциал. Территория без трудоспособного потенциала бесперспективна. Напрямую отражаются на демографических показателях экономическая стабильность и социальное благополучие. Так как у кумертаусов появилась надежда на стабильность города, показатели рождаемости уже два года растут. В 2015 году родилось 809 детей, в 2016 году – 819. И мы не можем не оправдать эти надежды. Фундамент этому как раз и слагается. Из создания рабочих мест с достойным и стабильным заработком, из возможности улучшения жилищных условий, обеспечения здоровой экологической ситуации, безопасности и правопорядка, доступной социальной, культурной, транспортной инфраструктуры и множества других факторов, определяющих качество жизни. Без притока инвестиций развитие производства и инфраструктуры города невозможно. Бюджетное инвестирование, как вы знаете, строго ограничено. Поэтому администрации в отчетном году были приняты меры по привлечению федеральных средств в реконструкцию действующих и строительство новых объектов. Крупнейшие инвестирования произведены на основе соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов по строительству инфраструктуры маслозавода в селе Маячный. Благодаря этому соглашению для маслозавода были построены линии электропередач и газопровод, и автомобильная дорога. В текущем году продолжится реконструкция железной дороги и строительство очистных сооружений. Готовность основной инфраструктуры ускорила ввод в июне прошлого года первой очереди маслозаводного завода. На протяжении предприятия уже создано более 100 рабочих мест. К окончательному вводу ожидается создание еще около 400 новых рабочих мест. Всего же за прошедший год в Кумертау было создано 269 новых рабочих мест, 63% из них в промышленном производстве, а за два прошедших года создано 520 рабочих мест. Диверсификация экономики города нагляднее всего видна в объемных показателях. Город в прошлом году, несмотря на серьезное падение производственных показателей, сохранил промышленный потенциал. Более 80% в объеме отгрузки – продукция промышленного сектора экономики. Индекс промышленного производства составил 63%. Серьезное падение объемов производства и отгрузки связано со снижением этих показателей на авиационном заводе. В этом и проявляется монозависимость. При этом прочие предприятия города смогли обеспечить рост объемов отгрузки почти в полтора раза. Нужно отметить, что после запуска масла авиационного завода доля градообразующего предприятия в общих объемах города стала снижаться. В дальнейшем доля авиационного завода составит 45%, а доля масла завода достигнет 40%. В целях дальнейшего привлечения инвесторов и размещения производств мы продолжили работу по созданию комфортных площадок с развитой инфраструктурой. На сегодняшний день мы имеем более 80 тысяч квадратных метров свободных и эффективно использованных площадей различных форм собственности. Их реестр постоянно актуализируется и размещается на сайтах республиканских ведомств. Ведется межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учет. Уже сформирован земельный участок под первый индустриальный парк возле аэродрома. Площадь будущего парка составляет 50 гектар с возможностью решения до 219 гектар. Тип парка – Гринфилд. Гринфилд – это предприятие, создаваемое с нуля на свободном земельном участке. В настоящее время ведется поиск резидентов парка, после чего планируется формирование заявки в Фонд развития моногородов на привлечение средств для строительства необходимой инфраструктуры. Одним из условий развития ТОСР является внедрение требований федерального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, разработанного Агентством стратегических инициатив. Его цель – распространение лучших практик работы с инвесторами по всей стране. Сегодня из 34 практик ОСИ в Кумертау реализуются 27. Каждая практика имеет реальный, конкретный результат. Так, в сентябре прошлого года был проведен инвестиционный пикник с возможностью ознакомления приглашенных руководителей крупных предприятий с потенциалом города. Итогом стали следующие намерения инвесторов в Кумертау. Компания «Магеллан» открывает швейное производство с созданием 50 рабочих мест на первоначальном этапе. Компания «Халис» открывает домостроительный комбинат на территории бывшего 33-го училища. Компания «Муромец» рассматривает возможность строительства завода по сборке зерноуборочных комбайнов на 70 рабочих мест. Инвестор из Уфы планирует открытие кирпичного завода на 100 рабочих мест. Администрация продолжает адресное сопровождение этих проектов и регулярные встречи с собственниками иных крупных компаний-холдингов. Программа развития моногорода, включающая более 40 инвестиционных проектов, находится под контролем линейного менеджера Фонда развития моногородов. А в целях создания оптимальных условий для реализации проектов в городском округе формируется проектный комитет. С августа 2016 года четыре проекта из программы уже реализованы со следующими итогами. В целях ускорения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса в МФЦ открыто четыре окна. Адресное сопровождение проекта «Домостроительный комбинат индивидуального предпринимателя Халфина» в части лизинга оборудования позволило сэкономить 300 тысяч рублей и ускорить сроки закупки и монтаж оборудования. Компания «Объектив» выиграла конкурс и получила грант в виде субсидий на создание Центра молодежного инновационного творчества «Работотехника» в размере 7 миллионов рублей. Компании, осуществляющей строительство маслоэкционного завода и средств Фонда развития моногородов, получен льготный инвестиционный кредит в размере 1 миллиарда рублей. Он выгоден по сравнению с банком всем займом и позволяет вложить в строительство предприятия более полумиллиарда сэкономленных средств. Как итог, объем инвестиций в прошлом году превысил 3,5 миллиарда рублей. Темп роста составил 80%, при плановом значении 5%. Объем инвестиций на душу населения вырос в два раза. И превышение инвестиционной активности бизнеса – это и цель, и критерий эффективности деятельности администрации. В прошедшем году модернизирована линейка инструментов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого мы добились шестикратного увеличения объема софинансирования мэр поддержки из республиканского и федерального бюджетов. Всего освоено 98 миллионов рублей. Это третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга и беспрецедентный показатель для малых городов России. Получателями поддержки в текущем году стали 110 предпринимателей нашего города, которые взяли на себя обязательство создать в течение шести месяцев 230 новых рабочих мест. Поддержка в первую очередь направляется в сферу материального производства, приоритетного для Куметау. На начало текущего года в городе зарегистрировано 2008 субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля Кумертау в общем объеме вновь созданных субъектов МСП в республике за прошедший год составляет 10%. Это высокий показатель – результат создания благоприятных условий для бизнеса в городском округе. Кроме того, кумертауские предприниматели – это люди исключительно мобильные, динамичные и высокопрофессиональные, что подтверждает результаты ежегодного конкурса «Предприниматель года». В прошедшем году из 108 поданных на конкурс заявок 20% из них – наши. Четыре из них стали лауреатами и победителями конкурса. Победителем конкурса «Человек года» стал директор конструкторского бюро «Ротер», который получил награду лично из рук главы республики Башкортостам Рустема Закевича Хамитова. В то же время количество МСП, начиная с 2013 года, снижается. На начало, количество работников МСП на начало 2013 года снижается. И на начало текущего года зарегистрировано 6,5 тысяч человек. Причина – в изменении законодательства, сказавшемся на увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей, которая оказалась непосильной для малого бизнеса. Мы знаем о том, что в результате многие предприниматели сами ушли в тень и работников вывели в неформальный сектор. Сложившиеся в городском округе структура видов деятельности в предпринимательской сфере достаточно стабильны. Основная доля предпринимателей приходится на сферу торговли. Оборот розничной и опытовой торговли растет темпами, сравнимыми со среднереспубликанскими. Рывок вперед в отчетном году сделала сфера общественного питания. Это связано с тем, что открыто 5 новых кафе, в которых более 200 посадочных мест. В текущем году планируется открыть еще двух кафе. Активно начала развиваться и нестационарная торговля. Появились киоски общественного питания, сеть нестационарной торговли «Румяна-Корочка». В связи с внедрением бренда города предприниматели с удовольствием модернизируют свои объекты и разрабатывают новые проекты уже с символикой города Кумертау. В 2016 году проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок с объемом реализации сельскохозяйственной продукции в 11 миллионов рублей. И так повторю, 2016 год был переломным в уходе от монозависимости города. Наиболее важными и успешными направлениями в деятельности администрации были привлечение инвесторов и поддержка бизнеса. Продолжая сложившиеся тенденции, мы ставим цели к концу 2018 года снизить долю градообразующего предприятия до 45% в объемах промышленного производства города при условии сохранения объемов производства, а в целях повышения качества жизни и уменьшения уровня безработицы создать 2000 новых рабочих мест. Уважаемые коллеги, вся бюджетная политика в городском округе прозрачна. По уровню открытости бюджетных данных наш город является лидером среди всех муниципалитетов. Доходы местного бюджета превысили 1 млрд 275 млн. рублей, что составило почти 98% к 2015 году. В сопоставимых условиях эта цифра составляет 100,7%. Объем собственных доходов бюджета составил 411 млн. рублей, или 32% от общих доходов, что выше уровня 2015 года в сопоставимых условиях на 5,2%. В том числе налог на доходы физических лиц составил 50% общего объема с ростом в 10%. Поступление местных налогов также имеет положительную динамику и составляет 57 млн. рублей с ростом к 2015 году в 126%. Средства, предоставляемые из республиканского и федерального бюджетов в виде субвенций, субсидий и дотаций, составили 68% всех доходов. Усилиями администрации из федерального бюджета были привлечены в бюджет города Комертау 88 млн. рублей, это субсидия на поддержку наших предпринимателей. Субсидии на расходные обязательства города составили 300 млн. рублей, к уровню 2015 года 77%. Уменьшение средств связано с завершением программы по переселению граждан из аварийного жилья. Бюджет городского округа, как и прежде, в отчетном году сохранил выраженную социальную направленность. Социальная составляющая расходов в 2016 году составила 63% или 782 млн. рублей. Возложенные обязательства по финансированию расходов на образование, социальную политику, культуру, спорт, средства массовой информации город выполнил в полном объеме. Своевременно обеспечивалась выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений. Выполнены в полном объеме целевые показатели по обеспечению среднемесячной заработной платы педагогическим работникам детских садов и школ, учреждений культуры и дополнительного образования детей, установленными майскими указами президента России. На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство в прошедшем году было израсходовано 276 млн. рублей или 22% расходов бюджета. В отчетном периоде продолжалась работа по оптимизации расходов бюджета, снижению неэффективных расходов. Экономический эффект принятых мер составил более 53 млн. рублей, с ростом в 2015 году 158%. Главной целью бюджетной политики городского округа 2017 года является увеличение собственных доходов и привлеченных федеральных средств. Не менее важна дальнейшая оптимизация расходов в рамках развития негосударственного сектора в социальной сфере, перевод на аутсорсинг услуг по эксплуатации и уборке помещений, охране зданий, организации питания в муниципальных учреждениях. В условиях модернизации экономики моногорода на первый план выходит человеческий фактор и повышается роль профессионального образовательного рынка в городе. В 2017 году в Комертау реализуется проект по развитию кадрового потенциала. В рамках проекта предусмотрено развитие профориентационной работы со школьниками, сохранение и развитие сети профессионального образования в городе Комертау, создание эффективного механизма обеспечения кадрами инвесторов и существующих предприятий. В рамках проекта уже сегодня проводится работа по подбору и обучению специалистов для трех швейных производств, открывающихся в Комертау на базе горного колледжа. Администрации подписаны трехсторонние соглашения с маслоэкстационным заводом и Комертауским филиалом УГАТУ о подготовке кадров. Всего в городе осуществляется профессиональная подготовка по 15 направлениям высшего и 15 направлениям среднего образования. Линейка специальностей ежегодно актуализируется. В настоящее время широко представлены технические, технологические, строительные, экономические, юридические профили подготовки и целый ряд рабочих профессий. Наши профессиональные образовательные организации активно предлагают дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации, целевое обучение. Комертауские студенты успешно участвуют в движении WorldSkills. В филиале АГУ создан специализированный центр подготовки компетенций кровельной работы, подготовлены эксперты WorldSkills по трем компетенциям, ставшие региональными экспертами. Таким образом, профессиональный образовательный рынок Комертау сможет обеспечить потребности всех потенциальных инвесторов, не исключая индивидуальной работы и подготовки единичных специалистов. С полной трудовой самоотдачей работают многие горожане. Почетными грамотами республики и почетными званиями в 2016 году отмечены в разных сферах деятельности 11 Комертаусов. По традиции они сегодня в зале, и мы еще раз поздравляем их с высокими наградами и благодарим за труд. В теме развития человеческого потенциала сфера здравоохранения является важнейшей составляющей. И для каждого из нас вопрос здоровья, качества медицинских услуг и доступных является главным. Учитывая, что доля пожилого населения в городе выше, чем в среднем по республике, компенсирующей ключевой точкой, мы определили систему поддержки молодой семьи с детьми. Эта система включает в себя нашу работу по улучшению экономики, созданию новых рабочих мест, поддержке молодых предпринимателей, ежегодный ввод современного комфортного жилья и, как следствие, увеличение доли материнских сертификатов, направленных на улучшение жилищных условий семьи. Выделение земельных участков многодетным семьям. В 2015 году 15 участков выделили, в 2016 – 41 участок. Также рассматривается вопрос материальной поддержки молодых кумертаусских семей, родивших детей. Эти меры поддержки мы планируем ввести уже с 2017 года. Должен отметить, что в целом повысилась эффективность всей системы поддержки молодой семьи. Межведомственного совета по вопросам семьи, материнства и детства, перинатального центра, женской консультации. Благодаря скоординированности их действий и стопроцентной комплектованности медицинских учреждений данной специализации, внедрением процедуры ЭКО на бесплатной основе, результаты, как мы уже отмечали, положительные. В целях сохранения демографического потенциала в 2016 году был проведен детальный анализ причин смертности в городе и составлена дорожная карта работы с каждым возрастом и фактом риска. В результате, в целом, общая смертность еще высока. Но по факторам риска тенденции положительные. Отсутствуют смертельные случаи на производстве, недопущено суицидов несовершеннолетних, снизились суициды взрослого населения, значительно снизилась смертность трудоспособного населения. Это результат комплексной работы всех структур, служб, предприятий города и, конечно, повышения качества медицинского обслуживания населения. В 2016 году здравоохранение города Кумертау продолжило работу по приближению медицинской помощи к населению. По многочисленным просьбам жителей открытой процедурной кабинеты в поселке Питки, в микрорайоне Восточном, проведен ремонт в детской поликлинике, терапевтическом корпусе. Сумма общего ремонта составила 5,5 миллионов рублей. Получено оборудование на сумму более 12 миллионов рублей. Был получен новый автомобиль скорой помощи, улучшены условия работы лабораторной службы. Начал функционировать дневной стационар по психотерапии. Реабилитационная помощь пациентам после травм, инфарктов и инсультов усилена кадрами. Продолжили свою работу межмуниципальные перинатальные травматологические и онкологические центры. Эффективностью показателей работы онкологической службы является профилактика и ранние выявления новообразований. В 2016 году коллектив онкологического центра выявил на ранней стадии 139 злокачественных новообразований. Это 64% от всех выявленных случаев, что является высоким показателем. Ежегодная диспансеризация населения стала более результативной и качественной. В 2016 году осмотрено более 25 тысяч человек. Почти у 2% из них выявлены впервые онкологические заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Главной задачей системы здравоохранения остается снижение смертности населения и исключение младенческой, а также постоянное повышение качества медицинского обслуживания. Социальное благополучие горожан характеризуется состоянием семей и положением детей в городе. В 2016 году продолжилась системная работа по профилактике семейного неблагополучия. Еженедельно актуализируется единая база семей в трудной жизненной ситуации. С каждой семьей ведется адресная работа. В 2016 году сократилось число выявленных детей-сирот, увеличился процент семейного устройства и количество усыновлений, уменьшилось число родителей, лишенных и ограниченных в родительских правах. Сократилось число преступлений в отношении несовершеннолетних, но допущен рост преступлений несовершеннолетних. В городе создана и развивается система благотворительной и добровольческой работы. Помощь оказывается семьям с детьми-инвалидами и многодетными, малоимущим, находящимся в трудной жизненной ситуации детям-сиротам. Организаторами этой деятельности стали автономная некоммерческая организация «Добрые руки», отделение социальной помощи семье и детям Южного межрайонного центра социальной помощи «Волонтерский центр». Постоянными партнерами в этой работе стали Иоанна Претельский храм, предприниматели и многие организации города. Летом 2016 года 160 детей из малоимущих семей отдохнули по бесплатным путевкам в загородных лагерях. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году принял более полутора тысяч детей со всей республики. Каждый десятый из Кумертау. Во Всероссийском контакте «Город детей», «Город семей», «Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации» наш город вновь занял призовое место. Это, безусловно, хороший результат, но работа в этом направлении всегда должна улучшаться. Главным слагаемым в системе профилактики реабилитации и социализации должны стать более широкое привлечение общественности к решению вопросов семейного неблагополучия детской преступности. Более активными здесь должны быть советы отцов, городской женсовет, национально-культурные центры. Социальная болезнь может решить только общество в единстве со специальными службами. Создание в городе территории успеха требует эффективности в работе всех сфер жизнедеятельности горожан, но в первую очередь системы образования. Именно этой теме, повышению качества образования и воспитания, профессионализму педагога была посвящена Республиканская педагогическая конференция, состоявшая в начале февраля этого года. Но работа по этой теме велась уже весь прошлый год. По итогам конференции, опережающей педагоги территории развития, было заключено соглашение о сотрудничестве с Башкирским государственным педагогическим университетом и открыта первая в Республике пилотная научно-методическая площадка по сопровождению профессионального роста педагога. Независимая оценка качества образовательных услуг 38 образовательными организациями города показала хороший результат и средний балл 125 из 160 максимальных. За минувший год свыше 200 педагогов повысили свое профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации. Участвуя в 7-й региональной конференции лидеров образования в городе Екатеринбурге, коммертауские педагоги смогли достойно представить достижения, идеи и используемые технологии своим коллегам из других регионов. Такой обмен опытом будет обязательно продолжен. В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях города Коммертау обучается 6 655 школьников и все в первую смену. Усилив подготовку государственной итоговой аттестации, все выпускники 9-х и 11-х классов успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты. Более того, средний балл по базовым предметам в прошедшем году выше республиканского. 68 выпускников города в 2016 году были награждены медалями за особые успехи в учении. В 2017 году заканчивают школу 399 11-ти классников. Цель выпускников, педагогов и родителей – стопроцентная сдача итоговой аттестации и получение аттестатов. Уровень поступления кумерталовских выпускников в высшеучебное заведение остается высоким. В общей сложности 81% выпускников прошлого года стали студентами вузов, причем большинство из них отдали предпочтение высшим учебным заведениям Республики Башкортостан. Нашей задачей является повышение поступаемости именно в образовательные учреждения Республики. Для этого все выпускники будут ознакомлены с вузами Башкортостана с выездом в город Уфа. В минувшем году 9 учащихся, представлявших наш город на республиканском этапе всероссийских предметных олимпиад, стали их призерами. Их могло быть гораздо больше, поэтому требует изменения системы работы с одаренными детьми. В частности, должен быть разработан муниципальный проект сопровождения таких детей и поступления их в вузы. Инструмент развития олимпиадного движения в городе пополнился открытием ресурсного центра «Энергия старта» в гимназии номер 1. В планах текущего года – открытие аналогичного центра в школе номер 3. Значительная работа в 2016 году проведена по обеспечению доступной среды и развитию инклюзивного образования. В городе успешно реализуется проект кадетства. За последние годы количество обучающихся в кадетских классах возросло до 380 человек. Кумертаус занимает первое место в республике по поступаемости в образовательные учреждения военной направленности. И мы гордимся кадетским хором, ротой главы администрации, казачьими классами, школьными военно-патриотическими клубами, замечательными школьными музеями. Гимназия номер 1 совместно с Советом ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов разработала и реализовала грантовый проект по строительству полосы препятствий «Штурм» на сумму 310 тысяч рублей. Грантовые проекты стали привычными для многих образовательных учреждений города. За прошедший год 24 учреждения участвовали в городском конкурсе «Стратегические инициативы-2016». Три образовательных учреждения победителя получили по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Система дополнительного образования детей в городе Кумертау сохраняет сеть учреждений и свою уникальность. Третий год в городе реализуется муниципальный проект «Эврика». В его рамках массово и успешно ежегодно проводятся ярмарки дополнительного образования. Охват учащихся учреждениями дополнительного образования в 2016 году составляет почти 82%. Безусловно, мы должны обеспечить стопроцентный охват наших детей внеурочной занятостью и дополнительным образованием. В 2016 году начата модернизация программ дополнительного образования с целью их адаптации с профессиональными навыками и профориентационной работой. Для этого в Центре детского творчества создается детский технопарк совместно с Центром молодежного инновационного творчества. Станция юных натуралистов возродила крайне необходимую подготовку по медицинскому направлению совместно с городской больницей и филиалом медицинского колледжа. Творческое направление дополнительного образования представлено в Центре детского творчества и в учреждениях культуры. Качественное дополнительное образование позволяет нашим талантливым детям побеждать на вокальных, хореографических, театральных конкурсах и фестивалях. Прошедший год российского кино ознаменован в Кумертау возрождением кинотеатра «Горняк» на грантовые средства в сумме 10 миллионов рублей. На сценических площадках города в отчетном году достойно прошли имиджевые мероприятия, собравшие более тысячи участников. Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творческого «Золотой Сапсан», Второй межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас», Кумертауский историко-краеведческий музей является одним из лидеров республики по направлению социальный туризм. В сентябре ветеранам и людям с ограниченными физическими возможностями была предоставлена возможность посетить пять столиц Приволжского федерального округа в формате этнопутешествия «Национальный поезд по Волжью». Важнейшей частью работы культуры и всей социальной сферы является развитие народных традиций, доброжелательной межнациональной и межконфессиональной атмосферы. В городе продолжают свою деятельность четыре национально-культурных центра. На новый уровень перешло сотрудничество с традиционными конфессиями. Впервые был разработан и подписан единый план мероприятий, в рамках которого состоялись такие масштабные мероприятия, как епархиальные рождественские чтения, праздник Курбан-Байрам, пасхальный концерт, сабантуй. Реализуются другие проекты и акции. В свой 60-летний юбилей Дворец культуры Угольщиков вернулся в муниципальную собственность и восстановил свое родное историческое имя. Благодаря своевременной поддержке Министерства финансов Республики Башкортостан и нашей оперативности в конце года из республиканского бюджета было выделено финансирование на капитальный ремонт здания в сумме 33 миллиона рублей. Сегодня я имею возможность от имени всех горожан лично поблагодарить Риду Тагировну за мудрые решения, так как наш Дворец Угольщиков является самой большой концертной площадкой города, любимым местом для всех нас и очень давно нуждался в ремонте и модернизации. И безусловно, ремонт и современная модернизация являются необходимостью почти всех учреждений культуры. Именно поэтому мы разработали уникальный проект реконструкции и модернизации нашего историко-краеведческого музея. В планах сделать один из лучших музеев 21 века с самыми современными технологиями и экспозициями. Проект у нас прошел экспертизу, определена стоимость работы в 20 миллионов рублей, и следующий шаг – поиск инвесторов или возможности федерального или регионального финансирования. Сохранить историческое наследие Кумертау и в целом юга Башкирии важно для всех нас. И мы просим вас, уважаемые Риди Тагировна, поддержать коммерсаусов в этом стремлении создать уникальный музей. Задачей сферы культуры на ближайшие годы станет вовлечение максимального количества горожан в творческую, созидательную деятельность территории успеха Кумертау. Молодежную политику в городе и работу с молодежью осуществляют профессиональные образовательные учреждения, молодежно-подростковый центр «Самоцветы», который объединяет семь клубов и молодежные общественные организации движения. В сфере молодежной политики сформированы традиции и 2016 год не стал исключением в их развитии. Интеллектуальный клуб «Брейн Ринг», военно-спортивный конкурс «Рекрут», военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец», городской смотрстрой песни «Парад Победы», концертная программа «Молодая гвардия поет песни Победы», движение КВН, студенческий IQ-бал – все эти проекты имеют своих организаторов, лидеров и участников. В 2016 году по итогам конкурса Министерства молодежной политики и спорта лучшим учреждением молодежной политики признан Молодежно-подростковый центр «Самоцветы» города Кумертау, а его представитель – лучшим специалистом. Студенческая аудитория и представители молодежных организаций приняли участие в молодежных форумах и фестивалях «Смарт Тау», «Иволга», «Территория смыслов» на Клязьме, представив свои проекты. Республиканского уровня достигли наши профильные лидерские смены для молодежи. Кумертау становится создателем молодежных традиций республики. Администрация совместно с Центром адаптации для слепых и слабовидящих детей «Современник» во второй раз на высоком уровне провели всероссийский турнир по теннису для слепых, в котором участвовали представители 15 регионов России. По результатам турнира победителями и призерами стали наши кумертауфские спортсмены, вошедшие в сборную России. Кроме того, Центр «Современник» стал обладателем гранта для создания ликотеки здоровья на сумме 700 тысяч рублей и успешно его реализует. В год 30-летия военно-патриотического клуба «Гефест» и год создания самого многочисленного в республике отделения юной армии администрация выделила дополнительное помещение Центру, а клуб «Гефест» стал призером конкурсов в Башкортостане и Приволжском федеральном округе. Следующим шагом в развитии молодежной политики уже в 2017 году станет актуализация деятельности молодежной политики в городе, привлечение студентов в экономическую практику города и организация рабочей молодежи. Одно из приоритетных и объединяющих направлений всей социальной сферы является спорт и физкультура. Наша системная работа в развитии спорта в течение нескольких лет уже дает видимые результаты. Интерес к занятиям спорта и здоровому образу жизни заметно повысился. Этому свидетельствует показатель охвата населения, постоянно занимающихся спортом, который в 2016 году составил 35% от всего населения города. Только на платной основе в залах «Прометей» и «Юбилейной» занимаются около 9 тысяч человек в год. Все секции детской, юношеской и спортивной школы работают на бесплатной основе. Их посещает свыше полутора тысяч детей. В прошедшем году проведено 128 городских соревнований, в которых приняло участие более 16 тысяч человек. Это лыжня России, кросс-нации, этап чемпионата России по мотокроссу, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, а также соревнования по национальным и народным видам спорта. Сложилась линейка республиканских турниров на призы главы администрации Кумертао по дзюдо, греко-римской борьбе, боксу, тяжелой атлетике, лыжным гонкам. В 2016 году впервые был проведен открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе имени героя Советского Союза, депутата Государственной Думы Российской Федерации, почетного гражданина города Кумертао Николая Тимофеевича Антошкина. Также состоялся 20-й всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Советского Союза по дзюдо, Сержика Анушавановича Антиняна, основоположника школы дзюдо в городе Кумертао. Всего в республиканских всероссийских турнирах приняло участие более 700 спортсменов из других регионов. В 2016 году Центр спортивной подготовки «Вымпел» организовал участие сборных команд города в 76 республиканских и всероссийских соревнованиях с участием почти 800 кумертаоцких спортсменов. В прошедшем году город Кумертао первым из муниципальных образований подписал соглашение с Министерством молодежно-политики и спорта Республики Башкортостан о развитии базовых видов спорта – греко-римской борьбы, бокса и лыжных гонок среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата. Ежегодно мы улучшаем условия и доступные занятия спортом для всех возрастных категорий, целенаправленно вкладывая немалые средства. В прошедшем году продолжилось строительство ледовой арены. Завершен первый этап реконструкции лыжеролерной трассы, проведено ее освещение. В парке коммунальников и парке имени Гагарина в рамках проекта «Реальные дела» установлены уличные тренажеры. Кроме того, в 2016 году на дополнительно выделенные бюджетные средства был приобретен пассажирский автобус и спортивный инвентарь на сумму более 5 миллионов рублей. Это помогло воспитанникам ДЮС США принять участие в более 100 соревнованиях городского и республиканского уровня. Победителями в них стали 115 ребят. Наша амбициозная цель – воспитать и вырастить олимпийских чемпионов по опорным видам спорта. В прошедшем году наши спортсмены добились высоких результатов в следующих видах спорта. Греко-римская борьба, лыжные гонки, дзюдо, кикбоксинг. Значимыми спортивными достижениями Кумертауса в 2016 году также стали победы наших парашютистов и пилотов сверхлегкой авиации, которые стали чемпионами мира по авиационному ориентированию. На ближайшее будущее мы ставим масштабные задачи по строительству лыжного комплекса, с созданием многофункциональной спортивной зоны в парке имени Гагарина и дальнейшее обновление спортивного оборудования и инвентаря. Основная цель – значительное увеличение доли занимающихся спортом и физкультурой людей. Для здорового образа жизни важна безопасная, комфортная, цивилизованная городская среда. Жилищно-коммунальные службы города работали в прошедшем году стабильно и безаварийно. На жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году было израсходовано более 186 миллионов рублей. Средства были направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на модернизацию системы водоснабжения, на подготовку систем тепла и водоснабжения к работе в осенне-зимний период, благоустройство города и капитальный ремонт многоквартирных домов. В рамках долгосрочной целевой программы Республики Башкортостан «Чистая вода» продолжены работы строительства второго пускового комплекса объекта расширения водоснабжения города Кумертава. Общая стоимость проекта – 162 миллиона рублей. За счет проведения субботников по очистке города, регулярного текущего содержания дорог, тротуаров, внутридомовых территорий, парков и скверов, мест массового отдыха горожан, своевременного вывоза твердых бытовых отходов обеспечивается удовлетворительное санитарное состояние города. Город активно строится и расширяется. В 2016 году введено в эксплуатацию 5 многоквартирных домов или 22 400 квадратных метров жилья, что превысило объем вода 2015 года. На одного жителя вода составила 0,34 квадратных метров, в то время как средний показатель по республике – 0,66, а значит нам необходимо строить больше и мы это будем делать. Завершен этап 2015-2016 годов по программе расселения граждан из аварийного жилфонда. В многоквартирные дома по улице Заслоново и Бабаевска расселено 23 дома, в которых насчитывается 117 квартир общей площадью более 6000 квадратных метров. На освобоздаемых в ходе переселения земельных участков по улицам Худоберина и Вокзальная ведется подготовка площадок для строительства многоквартирных домов. Завершено приостановленное в 2015 году строительство трехэтажного дома по улице Машиностроителей. В центре города строится 9-этажный дом на 240 квартир. Ввод первой очереди из трех подъездов запланирован в текущем году. В прошедшем году было выделено 55 земельных участков под строительство индивидуального жилья для многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Для детей-сирот в многоквартирных домах приобретено 10 квартир. В индивидуальной жилищной застройке город будет расширяться в сторону микрорайона Дубки. Всего будет сформировано 272 участка, которые будут предоставляться в первую очередь гражданам, имеющим право на бесплатное и однократное получение земельного участка. Доля вводимого индивидуального жилья за 2016 год составляет 57%. В рамках краткосрочного плана реализации республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано в прошедшем году 28 МКД. В текущем году запланирован ремонт 26 домов на сумму более 76 миллионов рублей. На текущее содержание ремонта городских дорог, обслуживание светофоров и дорожных знаков в прошедшем году направлено около 90 миллионов рублей. Из средств республики 50 миллионов рублей, в том числе 43 миллиона на асфальтирование отремонтировано более 11 километров дорог. В 2017 году бюджетом республики Башкортостан предусмотрена субсидия на ремонт автомобильных дорог в размере 29 миллионов рублей. Но мы прикладываем все усилия для того, чтобы увеличить финансирование в текущем году в два раза. То есть обеспечить ремонт наших дорог в объеме не меньше, чем в прошлом году. Система очистки дорог в зимний период изменена. Теперь город чистит несколько организаций, в том числе и частных. В результате этого, а также благодаря пополнению парка коммунальной техники в прошлом году в количестве двух единиц за счет местного бюджета, этой зимой снежного коллапса на наших дорогах удается избегать. Одной из стратегических задач остаётся изменение облика города. Эта задача ставится перед всеми моногородами. Изменяя пространство, мы изменяем своё будущее. Для благоустройства городской среды по заказу Фонда развития моногородов Московским консалтингом бюро «Стрелка» разработана концепция изменения городской среды. Кумертау – первый город в Башкортостане, начавший работу напрямую сотрудничать с конструкторским бюро «Стрелка». Разработанная специалистами бюро «Концепция» носит название «Пять шагов благоустройства моногорода». В конце прошлого года мы разработали свои проекты по этой программе. Также в рамках проекта «Парки малых городов» с учётом предложения Кумертаусов будут благоустроены три парка города. Парк Победы – это наше символичное место, где находится мемориал боевой и трудовой славы с вечным огнём. Заложен музей боевой техники под открытым небом. Парк будет благоустроен, а музей пополнит 15 единиц боевой техники. Новый парк «Взлётный», который мы торжественно открыли в прошлом году и заложили там яблоневую аллею моногородов. В проекте парка «Взлётный» предусмотрена установка самолёта Су-24, который в ближайшее время будет доставлен из Екатеринбурга в Кумертау. Весь парк будет стилизован под взлётно-посадочные полосы, а на аллее моногородов будет высажено 319 деревьев по количеству моногородов в России. Следующий проект – парк культуры и отдыха имени Гагарина. Проект разработан на основе предложений кумертаусов и включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству территориального пространства и прилегающей территории, обустройство территории по периметру парка, строительство скейт-парка и иных спортплощадок, установка новых павильонов и кафе, реконструкция и обустройство танцплощадки с созданием Дворца угольщиков. Этот проект в ближайшее время будет выставлен на общественное обсуждение. С повестки дня не снимается реализация необходимых и востребованных проектов – это реконструкция стадиона «Шахтёр» и строительство тоннеля по улице Карла Маркса. В создании нового облика своего города может принять участие каждый гражданин. Свои предложения можно направить на городской портал «Банк идей» или на сайте monogoroda.rf. Я призываю всех горожан сделать это и быть активными в улучшении нашего родного кумертау. Традиционно, завершая большой отчётный доклад, я подчёркиваю всё сказанное – это наша общая совместная работа. И нельзя недооценивать вклад просто неравнодушных людей, занимающихся общественной работой, продвижением местных народных инициатив, тех, кто имеет активную жизненную позицию. Это лидеры и члены наших общественных организаций, движений и Совета ветеранов. Позвольте мне поблагодарить наших ветеранов за активную, заинтересованную позицию и помощь в решении многих вопросов. К сожалению, от нас неумолимо уходят ветераны-участники Великой Отечественной войны. Сегодня их проживают в городе 37. Мы желаем им здоровья и долгих лет. Самыми активными в городе общественными объединениями являются местное отделение казачества, общество людей с ограниченными возможностями здоровья, молодёжные организации и национально-культурные центры. Активно работают местные отделения политических партий. В отчётном году успешно реализовано три проекта по программе поддержки местных инициатив, которые являются воплощением в жизнь примера сотрудничества жителей города, сёл Маячна и Ира, деревни Алексеевки и органов местного самоуправления. Соучастие населения – неотъемленный фактор развития города и показатель зрелости гражданского общества. И вот уже в четвёртый раз неравнодушная семья кумертаусов, тружеников и создателей соберётся на Первомайскую демонстрацию, а затем в колонну бессмертного полка, чтобы почувствовать плечо друг друга и поддержать лучшие традиции. Во многом активности граждан способствует информационная открытость власти и качественная работа средств массовой информации. Оперативно и своевременно донести до людей объективную информацию – это значит избежать недовольства и проблемы непонимания. В течение 2016 года среди населения города проведено несколько социологических опросов, в том числе по оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Удовлетворённость составила 86%. Считаем это объективным и неплохим результатом работы местной власти. Также вдвое уменьшилось количество жалоб населения в администрацию, что указывает на повышение качества работы и правильности выбранного пути развития. С появлением задачи по поиску инвесторов и представлением нашей территории на всероссийском и международном уровне, для всех СМИ города и рекламных агентств возникает необходимость поиска новых креативных форм работы, подачи материала и выхода на более широкий информационный уровень. Уважаемые кумертаусцы, дорогие депутаты, приглашённые, 2017 год объявлен годом экологии. Это замечательный повод обратить внимание на всё, что окружает нас, остановиться на мгновение и понять, что мы всего лишь дети огромной планеты Земля. И все наши поступки, действия и даже мысли создают будущее для наших детей. Пусть оно будет чистым и светлым, радостным и мирным. Одной из визитных карточек нашего города всегда была чистота и зелень его улиц. Сегодня я хотел бы предложить нашим горожанам в год экологии каждому посадить дерево и тем самым поддержать нашу зелёную марку. Акции по посадке деревьев запланированы весной и осенью. Я призываю всех горожан поучаствовать в них. В завершение ещё раз подчеркну. Основная цель всей нашей работы – это улучшение условий жизни людей, их благосостояния и социальное благополучие. Как следствие, это улучшение демографических показателей и повышение рождаемости. Итоги 2016 года показали, что мы можем решить все вопросы, добиться самых высоких целей, когда мы все вместе. Ваши инициативы, ваши предложения, содействия нужны, важны и будут всегда поддержаны. Желаю всем успешной работы на благо нашего любимого города Кумертау. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова